В Хаваровском крае набирает популярность программа Дальневосточная ипотека. В первом полгоде доля ее пакетов жилищных программ с господдержкой составляла 71% от объема всех выданных кредитов. По состоянию на начало августа на Дальневосточную ипотеку претендовали 7794 жителя края. Одобрение получило 3781 на заявку. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году. В итоге оформлено 1840 кредитных договоров с общей суммой заимствований 8,4 миллиарда рублей. Программа доступна жителям Хабаровского края в 11 банках, которые работают в регионе. Их полный перечень есть на сайте оператора программы Дом.РФ. Первоначальный взнос по кредиту в рамках Дальневосточной ипотеки составляет 15%, ставка до 2% годовых, а в некоторых случаях 0,1% годовых. По общим условиям оформить Дальневосточную ипотеку могут молодые семьи, в которых оба супруга не достигли возраста 36 лет, а также одинокие граждане до 36 лет, которые имеют несовершеннолетнего ребенка. Воспользоваться программой вправе и владельцы Дальневосточных гектаров, а также те, кто переехал на Дальний Восток по региональным программам повышения мобильности и трудовых ресурсов. В этом случае ограничений по возрасту и семейному положению нет. Ну и кроме того, с июня этого года воспользоваться льготной Дальневосточной ипотекой могут также работники образовательных и медицинских организаций. Единственным условием участия является стаж работы по специальности на территории Дальнего Востока не менее 5 лет. Требования по возрасту и семейному положению не применяются. Давайте обсуждать подробности и детали. У нас в гостях Дмитрий Пугачев, заместитель министра экономического развития края. Доброе утро. Здравствуйте. Дмитрий Викторович, здравствуйте. Сколько Дальневосточная ипотека востребована в Хабаровском крае, потому что периодически, время от времени, можно встретить, как, допустим, регионы Дальнего Востока. По популярности Дальневосточной ипотеки сравнивают. И кто чаще всего интересуется, какая категория граждан? Сразу много вопросов задали. Ну давайте так. Сначала цифра. Принято 24 303 заявки на получение кредита с момента, с декабря 2019 года, когда программа была открыта. Заключено на сегодняшний день 6 734 кредитных договора на общую сумму 28,1 миллиардов рублей. Колоссальная величина. Средняя сумма кредита при этом составила 4,4 миллиона 170 тысяч рублей на одного заемщика. Надо отметить, что сумма, к сожалению, растет с момента начала действия программы и связано это с ростом стоимости самого жилья. Потому что, чтобы купить какую-то квартиру сегодня, денег требуется больше все-таки, чем нежели два года назад. Мы с вами занимаем традиционно третье место после Приморья и Якутии по количеству выданных кредитов. По поданным заявкам, по уровню одобрения мы примерно одинаковы. А вот как заняли третье место, так ситуация устаканилась и она не меняется в течение месяцев. Связано это с тем, что в Приморье чуть больше, наверное, проживает население, объясняется этим. А в Якутии чуть более платежеспособно считается население, которое готово брать давлесточную ипотеку. Кто обращается? Да, конечно же, обращаются все и даже те, которые, те заемщики потенциальные, которые не отвечают условиям. Потому что, честно признаться, всем хотелось бы получить ипотеку под ставку не более 2% годовых. А как вы правильно заметили, отдельные банки предоставляют сверхльготную ипотеку 0,1. И когда смотришь на сроки в 15-20 лет, вот этот размер переплаты составляет всего лишь несколько десятков тысяч рублей за эти 15-18-20 лет. Это не те сотни тысяч или миллионы рублей, которые вынуждены переплачивать заемщик за право пользования заемными денежными средствами в аналогичной рыночной ситуации. Как, например, я со своей семьей вхожу в ипотеку и не имею возможности по возрасту уже получить или льготные условия. Ну вот мы, кстати, сказали, что до 2% предусматривает программа, но в некоторых случаях ставка вообще может быть 0,1. А от чего это зависит? Такую ставку получают те заемщики, которые либо имеют безупречную кредитную историю, либо доходы которых превышают с запасом тот размер платежей, который рассчитан исходя из этого графика платежей, предлагаемого каждому кредитному договору. То есть наиболее, как мы их называем, шоколадным клиентом. Самым беспроблемным, самым лакомым, что ли, самым замечательным заемщиком, в которых точно банк уверен, что будут отслуживать свои платежи безо всяких проблем. Ну, Митя тут улыбается. Потому что у меня 0,1%. Спасибо большое, очень приятно. Ну, понятно, одной из важнейших целей, наверное, было дальневосточные ипотеки, в том числе было улучшение демографической ситуации в нашем регионе. Сегодня мы можем говорить о том, что действительно помогает дальневосточная ипотека улучшать эту демографическую ситуацию, помогает сдерживать отток молодежи из нашего региона в западные. На цифрах доказать не смогу, потому что таких исследований специальных не проводилось. И это достаточно сложно спрашивать молодого человека или семью, почему вы проживаете в Дальнем Востоке. Является ли наличие у вас или мысли о получении дальневосточной ипотеки тем фактором, который вас здесь, скажем так, останавливает от отъезда с Дальнего Востока. Таких вопросов никому не задавалось, но надо понимать, что условиями программы, возможно, не всегда звучащими в первых строках, когда озвучивают эти самые условия или даже когда с банком общаешься, но тем не менее условия есть, прописаны, в постановлении 16.09 они присутствуют. Это обязательность в течение 9 месяцев с момента приобретения объекта недвижимости зарегистрироваться, и, соответственно, в нем предполагается, что проживать, а во-вторых, чтобы заемщик не менее 5 лет был зарегистрирован, прописан, по-русски говоря, в этом приобретенном объекте недвижимости. То есть, другими словами, человек каким-то образом привязан к объекту, который он выбрал, проживает, либо иным образом. Про объекты недвижимости, что вообще, какое жилье можно приобрести подовые ипотеки? Есть нюансы, и они таковы. По программе дальнестроительная ипотека можно приобрести квартиру в новостройке или строящемся доме, это в городах, соответственно. Начать индивидуальное жилищное строительство самостоятельно или по договору подряда со строительной организацией в любом населенном пункте. На вторичном рынке частный дом или квартиру можно приобрести также и в сельской местности. И еще один нюанс связан с тем, что в наших моногородах Чикдамыни и Эльбани можно приобрести жилье подовые ипотеки как на первичке, так и на вторичном рынке жилья. То есть в таких четыре главных сегмента. То есть вторичный рынок в городе, ну кроме Чикдамына и Эльбана, не работает? К сожалению, нет. И связано это с тем, что если вот эти кредитные ресурсы мы направим на приобретение жилья на вторичном рынке, все прекрасно понимают, что это излишним образом подогреет цены. Они и так очень серьезно повышены, и в том числе этим возросшим спросом со стороны потенциальных заемщиков. Потому что ведь кроме медовой ипотеки существует еще ряд льготных программ. Семейная ипотека, сельская и несколько других. Тоже готов прийти к вам рассказать, но это чуть другая тема. По ставке мы поняли, что ставка отличается от 0,01 до 2%. Почему? Тоже понятно. А вот что касается суммы первоначального взноса, здесь она от чего зависит? Минимальная сумма первоначального взноса 15%, срок до 20 лет, сумма не более 6 миллионов рублей. Но тут логика ведь такова, что чем больше у человека есть денежные средства для того, чтобы закрыть первоначальный взнос или повысить его, тем меньше потом платить, тем меньше размер ежемесячных платежей. Совершенно логичная, обычная экономическая взаимосвязь. Соответственно, если есть средства для внесения большего первоначального взноса, наверняка имеет возможность воспользоваться. Но, с другой стороны, если банк дает ставку ниже, чем 2%, то не всегда в экономическом смысле имеет целесообразно первоначальный взнос отдавать в максимальном размере. Потому что с точки зрения инфляции этими деньгами можно воспользоваться для каких-то иных целей. Может быть, для ремонта, приобретения автомобиля, еще каких-либо задач. И пусть уже денежные средства, как говорится, инфлируются с точки зрения влияния инфляции на их ценности. Для Восточной ипотеки от банка к банку одинаковые ли условия? Или можно поискать, посмотреть, поприсматриваться? Базовые условия совершенно точно одинаковые. Но тут есть какая рекомендация. Две их основных. Чаще всего целесообразнее оформлять ипотеку в том банке, в котором оформлен зарплатный проект, и денежные средства приходят на ту карточку, в тот банк, с которым ваша организация заключила договор о зарплатном обслуживании. И тем самым проще будет подтверждать свои доходы, а в дальнейшем еще и обслуживать. И, как говорится, безналичным образом списывать эти платежи, даже не направляя какую-то платежку или особо не помня, не заморачиваясь с этими контролями дат. И второе, чтобы банк, желательно, чтобы банк, в котором вы оформляете ипотеку, физически присутствовал в вашем населенном пункте. То есть, если возникают какие-то вопросы, конечно же, намного сложнее приехать в Хабаровск, потому что здесь все эти 11 банков присутствуют, чем дистанционно по телефону или через обращение на сайте решать какие-то возникающие вопросы. Всегда бывают разные нюансы, не всегда, но зачастую, правильно сказать, которые нужно физически, глаза в глаза, обсудить с сотрудником банка и урегулировать те или иные вопросы. К сожалению, время, которое нам было отведено программой, закончилось, но я не могу не спросить лично, это моя головная боль, это моя боль. Старого дальневосточника собираются ли расширять когда-либо возрастной ценз, повышать точнее? Мы несколько раз обращались в Министерство по развитию дальнего сока, они же являются операторами этой программы. И постоянно получаем отказ в связи с тем, что на сегодняшний день достаточно неплохо ипотека выдается и существующим специальным заемщикам. Эта логика такова, что денежные средства, которые отпущены государством на эту программу, и ведь срок ее действия, кстати говоря, до декабря 2024 года, надо помнить, что нужно успеть заявку подать и оформить. Вот тут такая, знаете, не очень правильная, что ли, взаимосвязь. Чем лучше выдаются кредиты по существующим условиям, то вроде как незачем расширять на иные категории. И государство подходит таким вот точечным образом, как вот сейчас для медиков или в струнгах сферы образования. То есть решает какие-то иные задачи. Но чем хуже будет выдаваться, государство вынуждено будет пересматривать и открывать какие-то более широкие расстояния. Ну ты можешь взять или восточный гектар. Мы люди взрослые, мы поработаем. Илья Сергеевич, сельская ипотека вам также, пожалуйста. Напомню, у нас в гостях был Дмитрий Пугачев, заместитель министра экономического развития края. Илья Сергеевич, сельская ипотека. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова